Что сейчас происходит? Давайте представим, я часто эту метафору привожу, живой труп, то есть он уже труп, но он еще как-то ходит и гадит людям. Вот сегодняшний режим Путина и вообще ситуация в стране, это живой труп. Конечно, тяжело, допустим, было людям в 1900-е годы в России, с 1900-го по 1917-е, потом стало еще тяжелее. Почему было тяжело? Потому что все тяготились, тяготились дряхлым, ненужным, никчемным, тупым, позорным режимом царя. В общем, это была вина не только глупого, бездарного Николая II, это была вина тех, кто его породил, а что Александр III, он не проводил контрреформы, а Победоносцев не воспитывал своими действиями, так сказать, Николая II, а что не было ретроградов, не было черносотенцев, нет, все было. Уже писали поэты стихотворения Николаю Последнему. Можете писать? Уже был, я цитировал, даже есть запись. Вся интеллигенция, мыслящая аристократия, даже братья дяди царя были уже против монархии, против царя. Ну, а что поделать? Это длилось, потому что были ресурсы, была инерция. Инерция в истории – это страшная вещь. Когда эпоха изменилась, техника изменилась, классы даже, ну, все изменилось, да, искусство, техника, класс, все изменилось, а инерция есть. И вот сегодня инерция совка, постсовка, а что такое постсовок? Это чекисты, опытные чекисты, которые используют колоссальный нефтегазовый ресурс, владеют ресурсами медиа. Вот получается неосовок, и при том, что это уже не жизнеспособно, как экономическая система, как идеологическая система, вот это смешение каракатицы, древней каракатицы с коммунистическими лозунгами и звездами и прочее. Ну, несовместимо, да? Ну, почему же совместили? Вот этот живой труп в этом всем, в этих, так сказать, погремушках ходит, гремит, пугает и прочее, прочее. Было тяжело жить. Ты знаешь, вот XVIII век, мой любимый век, легкий, прекрасный, век Кармантеля, век, про который вспоминается Бомарше, век античности, которая не просто возродилась в эпоху Возрождения, которая вошла в каждый мыслящий дом, потому что уже везде висели гравюры, блюстики, статуи, это было возрождение эстетики личности, эстетики самости. На церковь смеялись, и не только Вольтер, смеялись все, даже мало, так сказать, просвещенные, уже это было в воздухе. Понимаешь, вот в воздухе это было, да? Это было растворено физически, химически, как угодно, даже биологически, в памяти физических действий. И понимали, что монарх, это уже не помазанник, это смешно, почему мы должны подчиняться кому-то безумному старику, или, наоборот, полоумному, кого он родил. Но над этим все смеялись, это все понимали, что это условность. Но это продолжалось. И попы ходили, и им сдавали деньги, и нельзя было попов оскорблять, да? То есть смеяться нельзя было, хотя, ну, есть и смешно, да? Смеяться справа не грешно над тем, что кажется, что выглядит смешно. Как раз человек того времени написал, вышедший с того времени. Это было. И так, так везде. Вот в конце сталинского режима. Сталин живет прекрасно, он умер фактически своей смертью старым человеком. Хотя понимали, что сталинщина анализа. СССР, ну, уже все, 70-е годы, ну, это, ходили на собрания, ну, понятно. Ну, скорее бы уйти, чтобы рыба не протухла, да, с эти собрания. Но, тем не менее, ну, оно же держалось, оно держалось крепко. А потом еще ГКЧП, а хотели ГКЧП все назад вернуть. То есть, понимаешь, вот, нежизнеспособно. Но какой-нибудь монстр продолжает по энерции жить. И самое сложное в эти, даже иногда, ну, сейчас, может быть, это годы, а тогда раньше были десятилетия, самое сложное вот терпеть и дожидаться. Терпеть и дожидаться. Очень сложно.